Ульяна, а папа, мама, кто с тобой здесь находится? Мама идет. Мама идет. Мама, не оставляйте, пожалуйста, ребенка у одного. Мы не оставляем его здесь. У воды. Присутствие детей у водоемов без присмотра – одна из основных причин гибели несовершеннолетних. Один из способов предотвращения трагических случаев – ежедневный мониторинг мест для купания. В первую очередь профилактическая работа ведется с родителями. Беседы, разъяснения о мерах предосторожности и, конечно, напоминания об ответственности. К детям тоже особое внимание. Надо обязательно научиться плавать. Если кто-то плохо плавает или не умеет плавать, в воду больше, чем на 50 сантиметров заходить нельзя. Это вам, девочки, памятки. Сейчас еще календарики дадим. Как вести себя на воде, обязательно почитать и обязательно научиться плавать. С начала купального сезона в Пермском крае произошло 15 происшествий на воде. 12 человек погибло. Из них двое – дети. В обоих случаях несовершеннолетние находились в воде без присмотра родителей. Но есть и моменты, когда двух детей спасли. Это непосредственно вот здесь, на Батавицком пруду, очевидцами совместно со спасателями и в Кунгурском районе. 5 июля в Кунгурском районе на неорганизованном, скажем так, месте отдыха у воды с родителями был ребенок трехлетний. Находился в воде, стал тонуть. Но, слава богу, заметили, успели вытащить. Родители же как бы все обошлось. Что касается гибели старшего поколения, то одна из основных причин традиционно – нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения. Если поведение родителей с детьми спасателям еще удается контролировать, то с нетрезвыми отдыхающими ситуация совсем иная. У нас только разговоры. Мониторинг пляжей и место отдыха у воды будет проходить в течение всего купального сезона в ежедневном режиме, предупреждают ГУМЧС. К злостным нарушителям будут применять санкции. Ведомости также обращают внимание всех жителей региона, что при купании в водоемах нужно соблюдать элементарные требования безопасности. Не купаться в необорудованных местах, не заходить в воду в нетрезвом состоянии и не оставлять детей без присмотра.